Добрый день всем! Рада приветствовать! Поставьте плюсики, как меня слышно и видно. И видите ли вы слайды? Должны быть слайды? Есть. Ага, спасибо за обратную связь. Сейчас у нас будет с вами презентация интернет-проекта «Карьера онлайн», на которой мы с вами обсудим такие вещи, как заработок в интернете от 30 тысяч в месяц. Кому эта тема интересная, поставьте плюсики. И у меня к вам, конечно, первый вопрос. Давайте познакомимся. Напишите, пожалуйста, в чате, откуда вы пришли, кто вас пригласил на эту презентацию. И что вам пообещали. То есть, да, вообще, кто вас пригласил? Может быть, уже кто-то с нами. Что вам пообещали, почему вы решили прийти? Это очень важный вопрос. Нет ли тут таких людей, которых насильно затащили и заставили сидеть и слушать? Привязали к стулу, направили камеру и сказали «сиди и слушай». Нет таких, надеюсь? Я пока о себе расскажу. Вы пишите о себе. Я из города Саратов. Мне 42 года. На сегодняшний момент я не просто мама дочки 17-летней и любимая жена, любящая. Да, я по образованию вообще бухгалтер. И если говорить о моем прошлом и настоящем, то, конечно же, жизнь совершенно отличается до проекта и после того, как я стала работать с проектом. То есть, работа по специальности, она мне, в принципе, никакая особо не нравилась и не приносила ни достатка, ни удовлетворения. Единственное, что я поняла, что я трачу свою жизнь впустую. Потому что я не видела ни мир, ни вообще. Я ничего не видела, только дом, работа, дом, работа, стирка, уборка, готовка, дом, работа, стирка, уборка, готовка. Кто подобную жизнь проживает, поставьте в чате пятерочки. Я, конечно, понимаю, что это не... Оценивать цифры 5 такой подвиг странно, но тем не менее, кто осознает, что ваша жизнь похожа на день сурка? У кого такое есть ощущение? Поставьте пятерочки. Так, о себе написали двое, два человека. Галя пришла заработать денег. Так, работаем только в проекте. Олесь, а чем тебя завлекли? Напиши, пожалуйста, что тебе наобещали и правду ли сказали? Очень интересно. Что произошло в работе после того, как я стала работать с проектом? Я вам честно скажу, что у меня не было такой эйфории, что там будет всё так круто. Я, честно, не верила в это до конца, до последнего. Пока у меня не появилось, реально, я пока не заработала 30 тысяч. Я не верила, что это получится. Я просто решила попробовать, потому что мне нечего было терять. Потому что я реально просто хотела изменить свою жизнь к лучшему. И я подумала, пусть будет как будет. Мне сказали, что нужно год потратить, чтобы увидеть результат. Я думаю, окей, я готова. Если я уже столько лет потратила на обычную работу, ничего не получила. Хорошо, окей, пусть год. И посмотрим, как оно пойдёт. Ну вот как оно пошло? Что изменилось? Активно я работаю в проекте. Вот четвёртый год мы работаем через интернет. Я считаю, что это такая самая идеальная возможность заработка денег, сидя дома. Что изменилось? Это своё жильё, это путешествия. Уже несколько стран, морей, океанов мы побывали своими глазами, посмотрели, всё попробовали. Уже что изменилось? Я не парюсь уже по поводу денег, то, что хватит, не хватит, дотяну до зарплаты или надо будет заниматься. Да, вот эта вот заморочка, слава богу, прошла. Да, и сейчас уже многие-многие вопросы решены. Самое главное – это вот мечты, это иметь дружную, крепкую семью. А как можно иметь дружную семью, если вы всё время на работе, да, и встречаетесь там ночью и по выходным. Поэтому мы сейчас работаем с мужем вместе. Мне это очень нравится, то, что мы ведём совместный проект, то, что он меня поддержал, ушёл из полиции к нам. Ну, для меня это очень круто. Вот, так, вижу ваши отклики. Спасибо за обратную связь. Много людей из декрета. Знаете, это действительно самое, наверное, благоприятное время, вот пока вы сидите в декрете, чтобы не деградировать, не отупеть, а потратить время с пользой и для себя, для семьи и для ребёнка. Потому что достаток семьи играет огромную роль. Я даже не думаю, что вас в этом нужно убеждать. Когда вам не надо думать, на что я куплю памперсы, или, там, ну, как сказать, да, чем я накормлю ребёнка, или ребёнок просит игрушку, а я не могу ему купить. То есть, да, я думаю, вопрос денег, он очень важный. Увидела мой результат. Ну, да, обычно мы смотрим, что у кого-то есть результат, а потом начинаем работать. Ну, вот, спасибо вам за обратную связь. Давайте приступим, да, к самой теме. Вот, скажите честно, о чём вы мечтаете? Вот есть у вас какие-то такие мечты объёмные, которые вы, как понимаете, что если вы ничего не измените, то они не исполнятся. У кого есть такие мечты? Если можете, поделитесь. Я вот мечтаю увидеть весь мир, то есть путешествовать без границ. Я мечтаю свой дом построить. У нас эта мечта прям номер один. Я мечтаю огромную дружную команду, с кем мы вместе будем путешествовать. Потому что одним скучно ездить. А вы о чём мечтаете? И сразу себе же задайте вопрос. А вот то, что сейчас я имею, оно соответствует тому, о чём я мечтаю. Вы знаете, я когда вот этот анализ делала, да, посмотрела на ситуацию в целом, я поняла, что если ничего не начать делать по-другому, то и меняться ничего не будет. Ну, я просто начала делать обычные простые действия, которые мы вас тут учим в проекте. Вот посмотрите, в каком сегменте вы находитесь сейчас. Посмотрите, да, вот оно по цветам идёт. То есть крайняя мечта – это синий цвет. Люди зарабатывают меньше 3,5 тысяч. Нищие люди – это красный, зарабатывают до 7400. Бедные люди, которых вообще больше всего, зарабатывают до 17 тысяч. Богатые – это фиолетовый квадрат, до 25. Средний достаток до 50 – это вот как раз такой приятный бирюзовый оттенок. Состоятельных людей совсем мало, которые зарабатывают до 75. Вот я уже нахожусь в сегменте «состоятельные люди». Это очень приятно себя тут видеть. Богатые люди, совсем тоненькая полосочка, зарабатывают более 75. Увидели себя? Увидели? Вот скажите, вас устраивает эта ситуация? И подумайте, почему так много людей находится за гранью бедности? Почему? Да, и чем эти люди занимаются? Ну, как правило, эти люди просто ходят на работу. Да, они ходят на работу. И вы сами должны понимать, что работодателю невыгодно платить высокие зарплаты. Если люди и так готовы работать за 10, за 15, за 20 тысяч, смысл им платить больше, если и так очередь людей стоит, которые готовы за копейку ходить на работу. Правильно? Ну, я думаю, вы со мной согласитесь. Я попрошу вас быть активными в чате, потому что общение будет интересно. К сожалению, я вас не вижу и не слышу, но вы можете писать, и я буду, соответственно, реагировать на ваше сообщение. Посмотрите, сколько стоят в среднем мечты людей? Мечты у всех похожи, как показала статистика. Квартира стоит примерно 3 миллиона рублей. Машина нормальная, такая надежная, от полутора миллионов. Отдых ежегодно примерно 300 тысяч, чтобы два раза в год съездить, или один раз, ну круто, съездить отдохнуть. Примерно. И вот смотрите по картинке, график дохода человека. То есть до 25 лет доход мизерный, да, мы учимся, нам пока помогают родители. От 25 до 50 самый высокий уровень дохода. Напишите, пожалуйста, в чате, вот сколько средний доход в вашем регионе, там, где вы живете. Сколько зарабатывают люди таких профессий, как учителя, врачи, бухгалтера, юристы, то есть обычные знакомые профессии, люди, которые работают по найму, продавцы в магазинах, воспитатели в детских садиках. Сколько вот средний доход у таких людей, которые работают по найму. Почему я вам задаю этот вопрос, чтобы вы задумались о перспективе, что вас ждет. 15-20 тысяч, да, нормальная зарплата, то есть ненормальная зарплата. А теперь скажите, как на эту зарплату можно приобрести вот эти все вещи? Как? Вот смотрите, если у человека зарплата 10 тысяч в год, 40 лет работает человек, 480 месяцев, да, до пенсии, и 10 тысяч в месяц, то всего за всю жизнь 4 миллиона 800. За год всего 120. Меня эти цифры прям пугают. У меня в прошлом году годовой доход, учитывая только наличные деньги, которые мне перечислила компания на счет, составили порядка 700 тысяч. И я считаю, что это немного. Смотрите, если человек зарабатывает 20 тысяч в месяц, также работает 40 лет, да, 480 месяцев, то это около 10 миллионов всего. То есть за год 240 тысяч. То есть целый год человек пашет, и всего 240 тысяч на выходе. Как в эти суммы можно уместить все свои мечты, желания, цели, и при этом еще кушать, одеваться, и если заболел, лечиться, ходить, да, в салоны красоты, то есть поддерживать свою внешнюю красоту, там, стричься, делать массажи и так далее, и так далее. Маникюр, педикюр для девочек это вообще тема очень обширная. Согласны? Стоит вопрос жирный, как? И в результате все равно человек выйдет на пенсию. Сколько пенсия? Скажите вот честно, сколько пенсия среди вашего окружения? Есть пенсионеры? У меня родители пенсионеры, у них пенсия 8 тысяч рублей. 8 тысяч? Это просто ужасная сумма, на которой вот просто, в принципе, вот, ну, нереально жить. Мы вышли позавчера в магазин, купили, Миша, джемперочек и ботиночки. Это вышло как пенсия, да, нашего пенсионера. 10, 7, да, вот такая мизерная пенсия. Как на эти деньги жить, когда уже старость, когда уже болезни, и, да, вот у организма уже нет ресурсов, чтобы дополнительно работать. 9 тысяч – это просто насмешка. Как же жить? Мы сегодня с вами поговорим про 5 основных вещей. В чем смысл нашего предложения? Откуда здесь деньги? Что будет нужно делать конкретно? Вы слушайте, пожалуйста, все внимательно. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. Кто вам поможет и что может получиться в результате? Сейчас информационный век. И вы знаете, наверное, от рождения уже на каком-то генном уровне все уже в телефоне легко разбираются. И телефоны есть у маленьких, у средних и у совсем стареньких. И что можно делать через интернет? Это абсолютно все. Даже замуж можно выйти по интернету и зарабатывать, оплачивать различные коммунальные услуги, штрафы, покупать товары в интернет-магазинах, билеты и так далее, и так далее. То есть, да, госуслуги. То есть, не выходя из дома, мы сейчас можем делать практически все. Мы предлагаем вам открыть свой интернет-магазин. Наверняка вы знакомы с таким понятием, как интернет-магазин. Кто делал покупки хоть раз через интернет, поставьте пятерочки в чате. Наверняка знаете такой Алиэкспресс. Вот мы вчера буквально выбрали мне зимний костюм на Алиэкспрессе. Выписали. Озон-магазин, Эбэй. Их очень много. Огромное количество магазинов и вещей, техники разных-разных товаров. Вот согласитесь, в интернете покупки совершать удобно. Легко, удобно, быстро, дешевле, чем в магазине. Почему? А потому что в интернете не надо платить за аренду площадей, не надо платить зарплату уборщикам, грузчикам. Штат не надо содержать. В интернете все проще. Один человек может управлять интернет-магазином. Так вот, смотрите, чем наш интернет-магазин отличается от всех других. Мы сотрудничаем с косметической компанией, известной во всем мире. Это Алифлейм Косметик, шведский бренд. Ребят, кто слышал про эту фирму, напишите, что вы про нее знаете. Почему мы решили выбрать именно косметику, парфюмерию, средства гигиена? Это самый востребованный продукт после еды. Потому что человек может платье покупать раз в год, обувь менять раз в год. Сапоги купил, на три года хватит. А косметику, зубную пасту, шампунь, мыло заканчиваются постоянно. И люди все время возвращаются и возвращаются за покупками. Почему именно Алифлейм Косметик? На сегодняшний момент эта фирма входит в топовую десятку лучших компаний мира. Эту косметику знают уже практически все. И самое главное, что знают люди, что это натуральная шведская косметика. Какие факты, что фирма уже взрослая, почти 50 лет на рынке. И то, что у компании товарооборот от полутора миллиардов в год, миллиардов евро в год, не рублей, ребят. Евро. Говорит о том, что эта продукция очень популярна в мире. И если ее любят везде, то она может понравиться в принципе любому человеку. То есть из огромного ассортимента каждый себе может что-то выбрать. Наверняка у вас стоит такой вопрос, что Алифлейм это же фирма, которая каталоги, нужно бегать, продавать, искать клиентов. У кого есть такой вопрос? Поставьте плюсики в чате. Потому что когда мне сказали Алифлейм, у меня возникла жесткая ассоциация, что я продавать косметику не смогу. По статусу, высшее образование, взрослая, бухгалтер. Да, я занимала должность хорошую. Я сразу сказала нет. То есть мой первый ответ был нет, я этим заниматься не буду. Как вам не стыдно мне это предлагать? У кого такое было? Поделитесь. Первое впечатление вообще вот было такое негативное. То, что я вам сейчас расскажу, это будет в корне отличаться от того, что знают 95% людей на планете. Потому что компания Алифлейм, это компания, не которая предлагает продавать продукцию, а это компания, которая позволяет создать совместный партнерский бизнес. То есть компания все делает уже самое основное. То есть она сделала сайты, организовала доставку, логистику до каждого человека по всей планете. Есть, конечно, еще страны, где нет представительства Алифлейм, но над этим работают. Каждый год открывают одну-две новые страны. Бухгалтерский учет ведется у каждого онлайн офиса. То есть вы будете в режиме онлайн видеть каждую секунду изменения по товарообороту. Сколько у вас людей, сколько вам начислено процент с общих закупок. То есть вы все это будете видеть, вам не надо сидеть с калькулятором и вычислять. Компания несет ответственность за продукт. Если кому-то что-то не подошло или не понравилось, не вы решаете этот вопрос. Поверьте мне, да, ребят, друзья, не вы решаете этот вопрос. А компания с каждым человеком индивидуальна. Почему люди возвращаются за покупками? Потому что компания постоянно стимулирует. Разные акции, спецпредложения, подарки, бонусы, путешествия. Вот скажите мне, пожалуйста, когда вы последний раз отдыхали где-нибудь, может быть, на море уезжали, далеко, то есть не в огороде, не на даче у друзей или у себя, не просто на пруд выехали, а вот реально собрали с семьей и уехали куда-нибудь в пятизвездочный отель, за границу или, ну, хотя бы на наше побережье в Сочи. Кто последний раз где отдыхал? Напишите в чате. Мы вот отдыхали. Ой, дай бог памяти. В этом году мы побывали в Казани. Мы побывали... Подскажи мне, пожалуйста, Миша, где мы были? Я уже запуталась. Мы побывали в Сочи бесплатно за счет компании. Вы где были? Напишите, пожалуйста. Я не буду продолжать, пока вы не напишите. А то у меня складывается впечатление, что меня никто не слушает. Мне неинтересно так общаться. А, мы в Крым ездили. Да, точно. Забыла. Десять дней в Крыму мы были. Кайфовали. И сейчас мы собираемся в Израиль. Уже обновили загранники. Планируем лететь в Израиль уже в ближайший месяц. Три-четыре года назад на Иссыкуле. А кто еще где последний раз отдыхал? Поделитесь. Вот реально просто интересно. Потому что до проекта, до этой работы, я ни разу море не видела. Я первый раз море увидела. Мне исполнилось 38 лет. Ребят, представляете? Благодаря этой компании нам и смогли позволить себе путешествие в Дубае, в Эмират. Это было первое путешествие, первое море, первый океан в жизни. Я даже не представляю, если бы я не начала здесь работать, неужели я до сих пор бы так и не увидела за границу. Больше никто нигде не отдыхал, что ли, получается? Ну, хорошо, давайте поехали дальше. Будете отдыхать теперь. Смотрите, что очень удобно, то, что вы можете работать буквально вот. Вот телефон. Все. Вот с него можно работать. Если у вас есть на нем интернет, то вам, в принципе, больше ничего не надо. Вы можете работать где угодно. В очереди, в транспорте, в аэропорту, на пляже, где угодно абсолютно. Ждете ребенка, пока он занимается в каких-нибудь развивайках. Да, у вас два часа свободного времени. Вы можете работать абсолютно совершенно спокойно. Вам не надо специальных каких-то приспособлений. В чем заключается работа? Вот это самый главный вопрос. Ваша задача будет пройти обучение и научиться создавать поток людей в ваш филиал, чтобы люди пришли конкретно по вашей рекомендации в компанию Арифлейм. То есть они будут заполнять вашу реферальную ссылку, и компания будет видеть, что этот человек пришел от вас. И когда он тоже будет проходить обучение и приглашать людей, то компания будет видеть, что ваш человек стал активным, и вы будете получать бонусы и за его приглашение, и за все последующие. Кто это понял, поставьте плюсики. То есть вы получаете процент с товара оборота всей команды, которая пойдет после вас на всю глубину. Что у нас уже создано для работы? У нас есть обучающий сайт, готовые инструкции, шаблоны объявлений в переписке с кандидатами, видеоуроки по всем вопросам. Вопросов много. У нас на все вопросы записаны ответы, коротенькие. Есть ролики буквально по 30 секунд, потому что чем объяснять переписку, и проще скинуть коротенькое видео, вы его посмотрите, там 20-30 секунд, и поймете, на какую кнопочку вам нажать, чтобы решить этот вопрос. У нас постоянно идут семинары, тренинги, вот в таком же онлайн-режиме. То есть вы заходите в эту комнату, вас не видно, не слышно, но вы в чате можете задавать любые вопросы. Далее. У нас есть чаты поддержки в разных, Телеграм, Скайп, Контакт, Вайбер, и команда менеджеров, которая помогает вам на первых порах, чтобы вы быстро стартанули, помогает во всем разобраться. Это понятно? Сколько можно заработать? Вот смотрите, представьте, что вы пригласили тысячу человек в свой интернет-магазин. Ну, не только вы, да вся ваша команда – тысячу человек. И вот каждый совершает покупку на тысячу рублей. Ваша зарплата примерно 10%. Вы заработаете 100 тысяч рублей в месяц. Устроит ли вас, да, такой доход? Ну, соответственно, если людей меньше, закупок меньше, зарплата меньше. Доход начисляют нам на карточку. Мы открываем с определенного момента ИП, получаем зарплату 17 раз в год. И у нас идут стаж, пенсионные отчисления, и все легально. То есть, благодаря этой работе можно взять ипотеку, да, если у вас нет жилья, да, построиться, там, квартиру себе сделать и так далее. Теперь поподробнее. Вот смотрите. Вы, представьте себе, что это вы большой такой красивый человек, прошли обучение и пригласили первого партнера к себе в команду. Как приглашать, что делать с человеком? Вы всему научитесь. Далее. Ваш человек проходит обучение и делает то же самое, приглашает своего первого партнера. Тот делает то же самое, он подключается к обучению и начинает приглашать партнера. То есть, смотрите. Здесь показана схема, если каждый приглашает по 5 активных людей к себе в команду. Таким образом, формируются очень быстро огромные команды. Каждый делает покупки для себя на разные суммы. А вот согласитесь, запросы у всех разные. Кому-то достаточно в месяц на 500 рублей взять продукции, он с головы до ног весь помоется, побреется. Особенно вот мужчины, у них расход маленький. А есть люди, как я, например, мне на 5 тысяч мало в месяц. Мы на семью берем в среднем где-то на 7-8 тысяч продукции. Мы берем все, витамины, коктейли, супы, батончики. Мы очень активно пользуемся линейкой Wellness. Ну, естественно, косметика. У меня дома нет средств, которые не Арифлейманские. Они вот все даже стоят на столе. Крем для рук Арифлейм. Лак для ногтей сейчас буду ногти красить. Арифлейм. То есть, у меня все это фирма, потому что это мой интернет-магазин. И я, покупая у себя, еще получаю за это больше денег. Соответственно, мне выгодно, зачем я буду относить деньги куда-то, к дяде, в чужой магазин, если здесь есть все, что удовлетворяет моим потребностям человеческим. Так вот, смотрите. Представьте, что один человек купил себе шампунь за 100 рублей. Тысяча человек купили шампунь тоже с такой же. Это уже 10 тысяч товарооборот. Соответственно, да, компании как выгодно, чтобы было больше людей. Смотрите, ваш доход составит примерно 1000 рублей с такого товарооборота. А если один человек купил себе на 3000 рублей, это уже побольше товарооборот. Учим 100 человек делать такую покупочку для себя из своего близкого круга. Уже товарооборот 300 тысяч. Ребята, это доход уже 30 тысяч рублей. Почувствуйте разницу. То есть, вы делаете те же самые действия, да, просто пользуетесь продукцией сами и приглашаете людей делать то же самое. Пользоваться продукцией, получать удовольствие и приглашать своих близких. Сложное есть что-то в этой схеме? То есть, смотрите. Беру себе, мне нравится, рекомендую это своим друзьям, учу их брать себе и приглашать своих друзей и слежу, чтобы они, да, пригласили своих друзей. То есть, да, вот такая простая схема. Пользуемся, нравится, приглашаем, рекомендуем. То есть, мы, в принципе, это делаем и так. Каждый день. Наверняка, да, вы сейчас представите разные ситуации. Каждый свою. Ну, вот, например, посмотрели вы какой-то классный фильм. Скажите, скольким людям вы его порекомендуете посмотреть? Вот если он вас прям вот затронул за душу, за живое, расскажете хоть кому-то? Или книгу прочитали классную? Поделитесь с кем-то, чтобы вот, да, они тоже посмотрели. Или нашли классный магазин, где идет, например, там, акция какая-то распродажа. Скольких подружек вы обзвоните и скажете, что там в таком-то магазине идет акция, я набрала себе целый мешок вещей там за три тысячи, да, беги быстрее, там, супер-мега-распродажа один день. Скольким? Многим, правильно. То есть вы это делаете, вот эту рекламу регулярно, буквально с рождения. Да, памперсы друг другу рекомендуем, там уже как только дети родились. Еще и в соцсетях поделимся. Да, ребят, это дело, которое мы вам предлагаем, оно вам знакомо с рождения. Именно поэтому вы быстро здесь научитесь, да, работать. Вы просто изучите некоторые нюансы, как это делать через интернет. Потому что, да, мы акцент делаем все-таки на работу в интернете. Хотя многие наши партнеры работают и так же вот со знакомыми, встречаясь, тоже им рекомендуют. Как можно молчать? Да, я сама так же делаю все время. Смотрите, смотрим следующую ситуацию. А если у вас тысяча человек команды и купили на три тысячи рублей, три миллиона товарооборот. То есть вы не продаете продукцию, вы не бегаете с сумками, с каталогами, а просто моетесь сами и свою семью. Потому что на семью много действительно нужно. И у вас с такого товарооборота зарплата состоит 300 тысяч. То есть все правильно, да, все деньги распределяются справедливо. Кто какой товарооборот организовал, тот столько денег и получает. Здесь понятно немножечко, у вас будет тренинг по маркетинг-плану, и вы на нем подробненько разберете все нюансы. С какого товарооборота сколько платят, как его организовать. То есть все-все-все мы вам ржуем и покажем. Как быстро будет результат? Тоже многих этот вопрос волнует. Результаты у всех разные. Вы знаете, вот цель, которую мы ставим перед новичками, это выйти на уровень директора с доходом 30 тысяч рублей. Разные варианты. У нас недавно в чате есть чат команд разных филиалов. Пишут, поздравляем, у нас там новенькая девочка за 15 недель стала директором с доходом 30 тысяч. Ну все там ура, ура, супер скорость. Другой человек пишет, да разве это быстро? Вот у нас девочка за полтора каталога, то есть за 4,5 недели стала директором. Все, оу, круто. Третий человек пишет, да разве это круто? Вот у нас за 11 дней человек собрал такую команду, да с товарооборотом 200 тысяч и заработал 30. Все такие, вау! Не знаю, результат у каждого свой. У меня ушло 4 каталога, да, 4, ну чуть меньше, чуть больше 3 месяцев. У меня ушло вот на то, чтобы организовать такой товарооборот. Сколько у вас уйдет, я не знаю. Знаете, все зависит от ваших способностей, подготовки, как вы быстро учиться будете. У нас есть люди, которым вот мы же школу всем одинаковую даем. Есть люди, которые вот сели и чешут, да, и учатся, проходят, задают вопросы, быстро отчет скидывают, следующий урок требуют. Быстро, динамично, да, и они сразу включаются в работу и начинают быстренько расти по карьерной лестнице. А есть люди, которые получили первый урок, я им пишу через неделю, где отчет? А я еще не открывала, мне некогда. Я говорю, а ты хочешь зарабатывать 30 тысяч? Да, я говорю, ну ты вот уже неделю свою профукала. И еще неделя пройдет, и жизнь пройдет. А ты все будешь хотеть, да, уже зубы на полку сложишь, и будешь потом только вспоминать, о чем хотела. Поэтому я рекомендую быстро влиться в коллектив, в команду, да, поставить себе четкий план, цель, распланировать время, чтобы оно не пропадало в пустую, и начать работать. Вот смотрите, как устроена у нас система работы. Все начинают с уровня новичок. Я была новичком, да, и каждый, кто приходит, сначала новичок. Ничего не понятно, страх, да, переживания. Особенно, если вы пришли с интернета, вы незнакомый человек. Кстати, напишите, кто как пришел, каждый из вас, кто как пришел, как вас пригласили. Особенно, если вы незнакомый человек, то там, наверное, в голове куча страхов. Ой, а вдруг обманут, а вдруг заставят что-то покупать, а вдруг разведут, или еще что-то, да, там, а вдруг начнут за обучение заставлять платить. Страхов море. Я понимаю просто каждого человека, да, что надо немножко привыкнуть, подружиться с коллективом. Потом все проще. Первое время идет такой сквал информации. Некоторые новички, да, пугаются, говорят, ой, у меня голова взрывается, да, мне все плохо. А кто-то говорит, ой, а как интересно, а дайте еще больше. Опять же, все люди разные. А я вам что хочу сказать. Ребят, не пугайтесь. Вот на любую работу вы устроитесь, на любой работе, хоть это уборщица, да, вроде, ну элементарно, ну что там, взял швабру с ведром, полы помыла, пыль вытерла. Нет. И уборщице работать очень тяжело. Нужно знать, в какое время в каком кабинете помыть, где можно трогать, где нельзя, да, там какой-то начальник сам цветы поливает, какой-то нет. То есть, да, надо знать, куда ведро поставить, куда тряпку развесить, чтобы она не протухла и так далее. То есть, первые несколько раз, когда человек приходит на работу, это как-то стрессово. Потом уже через недельку, как рыба в воде, уже все знакомые, все понятно, что и как делать, да, уже ничего сложного нет. Согласна? То же самое здесь. Даже если будет вот как бы казаться, что мозг взрывается, ну отойдите, отдохните, потом опять сядьте поработать, да, поучитесь. И через пару неделек вы станете уже супер, просто профессионалом. Будете прям уже учить новичков, потому что вам эти вещи все будут уже понятны и просты. Смотрите, как устроена система. Мы вас ведем вот сюда, да, уровня, да, вот 25-30 тысяч. Это вот, ну за три недели зарплата. То есть, да, уровня директора. Мы вас плотно сопровождаем, передаем знания, опыт, да, помогаем вам в каких-то там моментах сложных. Далее, то есть, сюда вы можете прийти просто собрав команду. Собрать там 100-200 человек, все купили понемножку, вот вам и товарооборот и зарплата. Чтобы двигаться дальше, по новым ступенькам подниматься, тут вы не подниметесь один уже или одна. Здесь есть правило. На следующую ступеньку вы можете перейти только при условии, что вы кому-то из своей команды помогли подняться на уровень директора. Понятно? То есть, тогда вы сможете себе планировать разные суммы доходов. Вот смотрите, например, старший менеджер, вы станете легко, да, директором сами. Чтобы стать старшим директором, нужно вырастить одного директора. То есть, помочь одному человеку зарабатывать от 30 тысяч. Чтобы стать золотым, нужно двоим помочь. Чтобы стать старшим золотым, да, зарплату. Смотрите, хотите 100 тысяч зарабатывать, вам надо 3 человека взять и научить их зарабатывать 30 тысяч. То есть, вести их команду, поддержать и помочь. Хотите зарабатывать там порядка 150, вам уже надо 4 человека. И так далее по нарастающей. То есть, каждый новый директор вас поднимает на новый уровень дохода. Это понятно? Поставьте плюсики. Доход, конечно, очень прям приличный. Даже очень приличный. Даже неприличный. Поставьте плюсики или минусы. Понятно или нет? Спасибо. Двигаемся дальше. Так, ну, про налоги, если интересно, потом расскажу. Откуда берем людей? Да, да, отовсюду. Научим, где бренд. Главное, принимайте обучение. Итак, с чего нужно начать? Вот смотрите. Первое. Перейти из обычного магазина, где вы раньше покупали средства гигиены и косметику, перейти в свой интернет-магазин. Для кого это не проблема? Поставьте пятерочки. То есть, раньше брали зубную пасту в рубль, бум, сейчас берете в Арифлейн. Обучение идет 7 дней в неделю, бесплатно, в режиме онлайн. И наша работа сделает из вас профессионалов. Почему? Ну, вот смотрите. Если вы заработаете 30 тысяч, человек, который вас пригласил, получит бонус. Каждый месяц будет получать примерно 10-15 тысяч. Чем выше будет ваш товарооборот, тем выше бонус. Если ваша зарплата будет 50 тысяч, то ваш наставник за то, что он вас научил, привел, всю жизнь будет получать процент 20-25. То есть, чем быстрее вы станете наставниками, тем больше будет ваша зарплата. Сколько людей можно обучать, сколько хотите, потому что здесь только от вашего времени и желания все зависит. Дополнительные бонусы. Бизнес передается по наследству. У нас есть путешествия. Обалденные путешествия. Это сейчас ближайшая конференция, на которую вы можете, кстати, включиться и пройти условия квалификации. На следующий год поехать в Болгарию бесплатно. Мы сейчас в Сочи летали бесплатно. 4 тысячи человек там встретились. Было все шикарно. Сочи парк нам арендовали, аттракционы. Лазарев пел на галу-ужине. То есть, там был шикарный концерт, поздравления, угощения шикарные. Можете в интернете просто посмотреть, в ютубе, конференция «Сочи Арифлейм». И сами все увидите. У нас есть личностный рост, карьерный рост, постоянно растущий доход. Признание от компании и партнеров за ваши успехи. И работа в команде с позитивными, успешными людьми. Как говорится, с кем поведешься, оттого и наберешься. И вот будет юбилейная конференция также у нас на лайнерах. Но туда, чтобы поехать, нужно быть уже статусом «Золотой директор». Помочь двоим людям стать директорами. Если вам эта тема интересна и вы чувствуете амбиции, спросите у вашего менеджера. Вам расскажут подробности, как поехать на конференцию. Ну и наши скромные достижения. Где мы побывали? На банкетах. Мы были в Египте, в Швеции, в Стокгольме. С командой ездили. Мы собираемся по городам, кто где живет. Мы собираемся, кто в Саратове. Мы частенько встречаемся. У нас чаепитие проходит. Домой к нам в гости ребята приезжают. Люди растут. Уже несколько индивидуальных предпринимателей в команде есть. Все у нас идет хорошо. У меня теперь вопрос. У нас есть люди сейчас на презентации, которые еще не являются нашими партнерами? Поставьте единичку. Кто еще не заполнял регистрационную форму? Есть такие? Я не всех знаю, конечно. Если вы совершенно новичок, только пришли посмотреть презентацию, что вам нужно сделать? Если вы приняли положительное решение, что вы хотите попробовать, вы должны уяснить несколько вещей. Первое. У вас идет тест-драйв. Три месяца. Вы ничего не платите, не вкладываете. Вы можете войти в наш проект, подсоединиться к обучению, все изучить, посмотреть, как это изнутри все работает. Как говорится, примерить на себя. Подходит размерчик или нет? И что вам нужно сделать? Вам нужно заполнить заявку, которую вам даст человек, который вас пригласил. Это обязательно. Потому что если вы сами будете заполнять форму, где-то на сайте найдете, то вы попадете туда, куда вас кинет компьютер. То есть, может быть, вас закинут к человеку, который вообще не работает. И он вас, естественно, ничему учить не будет. Поэтому дождитесь формы, специальную реферальную ссылку от вашего человека, который вас пригласил. Далее. Он вам оформляет личный кабинет. Вы его активируете. Вы уже можете сразу размещать заказ, любой заказ. Далее. Вы получаете первые инструкции. То есть, с вами проведут вводный инструктаж. Наши менеджеры расскажут вам, на какую ссылку нажимать, куда заходить, как делать, как не делать. То есть, полный инструктаж и доступ к нашей бизнес-школе. И к обучению, ко всему. И желательно, конечно, быть на связи ежедневно. Хотя бы, если вы куда-то уезжаете, то сообщайте, что вы уехали, что вы там какое-то время будете отсутствовать без интернета. Потому что это работа. У нас четкое идет сопровождение. Если человек пропадает, то, естественно, мы как-то без предупреждения, если мы можем вам звонить и говорить, что вы где, что случилось. Лучше заранее предупредить. И хочу вас попросить сейчас написать обратную связь. Может быть, какие-то вопросы остались. Что вам понравилось. И, конечно же, вопрос гостям, хотите ли вы попробовать свои силы. Если да, то поставьте там плюсики, чтобы я понимала, что вас заинтересовало наше предложение. И добро пожаловать, конечно, в нашу команду «Карьера онлайн». Мы такие дружные, позитивные, активные. Все хотим зарабатывать еще больше. Открытые. Хотим помогать людям зарабатывать больше. Вы знаете, да, человек, который вас пригласил? Есть ли он сейчас в комнате? Напишите в чате. Бывает, иногда отправят на презентацию. Сами побежали за ребенком в садик. У нас в основном работают такие люди, да, вот, ну, которые совмещают. Или с декретом, или еще с какой-нибудь работой. И уже строят свой бизнес. Знаете, да, поставьте там, напишите, что вы знаете этого человека. Он есть в чате. Сейчас вы его видите. Ну, Ирин, ты уже формочку нас заполнила. Ты уже партнер, поэтому, да. Олеся. Оля Амангалиев. Да, Оля здесь. Она поможет. Если какие вопросы будут, Олеся, вы можете... Оля вас направит ко мне, я помогу разобраться. Так, еще Леночка не написала. Вот, самое главное сейчас, после оформления, сразу запишитесь на вводный курс. Чтобы вас быстро ввели в курс дела, и вы могли быстро разобраться. Потому что, когда вы начинаете там сами пытаться что-то найти, информацию, то такой бардак начинается полный. Всем спасибо за внимание. Я желаю вам мощного старта, успехов, естественно, благосостояния, достатка вашим семьям, всем здоровья, счастья, еще больше любви и карьерного роста вам всем. До встречи. Сейчас я вам поставлю, кстати, видео по доходам. Посмотрите, да, вот как нам денежки переводят, как зарабатываем. Очень интересно, мне кажется, тоже как-то наглядно посмотреть. Все, до связи. Всего доброго.